добро пожаловать на мой канал меня зовут виктория белякова сегодня вы на канале how to spain это проект об испании для иностранцев у меня в гостях моя однокрупница наталья мы сейчас в школе испания только что закончился наш урок и наталья согласилась поделиться своим опытом как 40 с лишним лет получить студенческую визу в испанию причем наталья сделала это совершенно самостоятельно наталья привет поближе зрителей здравствуйте дорогие зрители да это правда мы получили студенческую визу совершенно самостоятельно и в общем не обращались за помощью не к адвокатам никаким организациям потому что мы решили что мы можем это сделать сами мы взрослые люди мы прожили достаточно времени для того чтобы понимать какие шаги нужно сделать почему их нужно делать и чего делать нельзя в том случае я считаю что случае наталья его уже знаю он действительно очень интересно хотя сама наталья уверена что это обычное дело любой мог бы так сделать друзья но хочу сказать что получить студенческую визу в любом возрасте в принципе можно но как всегда мы можем только поделиться личным опытом мы не можем гарантировать что то же самое будет у вас если у вас есть вопросы задавайте в комментариях я думаю что наталья с радостью нам поможет и не бросит нас в пустых комментариях без ответов наталья ну вот скажи мне мы с тобой землячки я тоже из украины кто не знал почему ты выбрала именно из именно испанию до того как решится путешествовали мы были в италии мы были в чехии мы были в польше мы были во франции ну совсем чуть-чуть и мы были в испании кроме того в испании живет друг детства моего мужа сразу хочу сказать он нам ни в чем абсолютно не помогал кроме одного единственного случая когда нужно было открыть счет в банке и мы по испании путешествовали довольно много по югу испании и по побережью валенсийскому по побережью барселонскому и в общем-то мы решили что валенсия наверное этот город в котором мы хотим жить потому что он не маленький небольшой в нем есть промышленность но в то же время это город достаточно спокойно его можно пройти пешком за два с половиной часа из конца в конец вот и в общем она подходит но мы сначала решили здесь пожить как бы как не туристы понятно и все равно вы были туристами потому что мы снимали квартиру за другие деньги мы не покупали вещи в квартиру мы не покупали одежду нам было важно понять сколько нам нужно денег для того чтобы прожить месяц для того чтобы составить какие-то расчеты и эти расчеты потом на этих расчетах базировать наши наши возможности и собирать деньги и понимать сколько то есть вы приехали первый раз по туристической визе и ехали по туристической визе на три месяца и жили здесь ровно столько сколько нам разрешал это туристическая виза максимально 90 дней первый шаг что вы сделали так понимаю вы приехали по туристической визе такой тест-драйв устроили на три месяца все взвесить посмотреть что почем три месяца на всякий случай за собой привезли наши сбережения для того чтобы попытаться открыть счет и положить деньги в банк поскольку мы знали что если будем запрашивать студенческую например визу нам нужно будет показывать финансовое обеспечение кроме того финансовая ситуация в украине в общем она всегда крайне нестабильная и кроме того мы все время переживали уходя из дома что мы можем один прекрасный момент эти деньги потерять по обстоятельствам которые от нас не зависят вообще то есть это кто-то может войти в квартиру вы привезли наличные с собой мы привезли с собой наличные но мы привезли не так много их возможно было перевести через границу без декларирования и мы это сделаем но этого этого хватило бы для того чтобы показать свою финансовую независимость а сколько нужно ну 20 сразу в этом моменте чтобы сейчас люди в курс вошли на сколько на человека нужно на человека нужно показать в районе тысяч семь тысяч семь тысяч пятьсот чем-то на человека то есть это то обеспечение которое хочет видеть посольство для годового проживания здесь в испании то есть вы собой привезли плюс-минус 15 тысяч на самом деле мы себе привезли чуть чуть больше 20 потому что мы знали что из этих денег мы должны заплатить за школу из этих денег мы должны заплатить какие-то для того чтобы показать что это живой счет мы эти деньги не одолжили это наши деньги мы ими пользуемся это немаловажный момент но вы их привезли привезли вы задекларировали на кредит не нужно нет до 10 тысяч может провести без декларации берем себе на заметку далее давай пойдем сейчас знаю что у нас уже все взяли блокноты и ручки и готовы разгадать твой секрет вот четко структурировано давай пройдемся по нашему списку вопросов с чего начать подготовку к переезду в испанию как студентов в данном случае мы говорим о 40 плюс в каком возрасте вы решились на этот шаг нам было сорок четыре года когда нет 45 лет когда мы решили мы ровесники служим когда мы решили иммигрировать мы оценили возможности всех типов виз включая и нелегальное пребывание для нелегального пребывания мы оценили сразу мы слишком взрослые для того чтобы три года нервничать это вот для меня это слишком мы решили что из нас есть другая возможность мы ее используем виза без права на работу мы не попадали по финансовому цензу нас несколько денег задекларировать и показать такое количество денег нет плюс это невозможность работать только в черную и это очень сомнительно виза инвестора ну понятно откуда мне 500 тысяч евро где их возьму поэтому единственным нормальным вариантом рабочим для нас была студенческая виза когда мы определили с типом визы мы начали считать сколько нам нужно денег для того чтобы получить эту визу прожить год и не только год но в принципе остаться и и что нам для этого нужно мы считали очень приблизительно во всех областях кроме питания поскольку я очень дотошная и поэтому я взяла и в течение трех месяцев собирала все чеки абсолютно если что-то покупала без чека я это записывала в результате я посчитала все абсолютно что мы тратили на еду гигиенические какие-то аксессуары стиральные порошки моющие средства шампуни и кремы и все это разделила на три получила базовую сумму месячных расходов сколько у меня получилось в районе четырехсот евро на двоих это это включая пропитание и и бытовые нужно базовое что-то очень базовое без покупки каких-то неземных фельдских кремов и прочего обычная конечно я поэтому всегда еще интересных людей кто может поделиться своим мнением любое наше видео это субъективное мнение что вы посчитали что у нас получилось в результате базовое питание 400 евро в месяц на год получается 4 800 проживание мы понимали что у нас будут проблемы с проживанием потому что студентов такого возраста семейную пару мало кто захочет брать у нас нет ни работы не контрактов местных поэтому будут проблемы мы взяли один месяц проживания в студенческой квартире от школы нам это обошлось в 600 с копейками округлим 600 и мы понимали что хотя мы себе можем безболезненно позволить квартиру в районе 400 евро в месяц но вряд ли у нас это получится ну по крайней мере сразу поэтому мы забили цену в 500 ну в общем потом были определенные сложности в это чуть позже был у нас вариант мы его рассматривали снять комнату в студенческой квартире не от школы она по нам обошлась в 250 евро уже с включенными расходами коммунальными вода свет интернет газ если в этой квартире есть газ на транспорт мы знали что общий проездной на месяц стоит 58 евро и ты можешь доехать до пляжа даже на то есть включать это зона а то есть метро автобус метро автобус трамвай и международный автобус до зоны до зоны до зоны в валенсии это довольно довольно далеко на самом деле нужно отъехать плюс рестораны ну мы как бы не забиваем средний чек ресторане в обед 10 евро ужин от 20 то есть это это уже такая штука индивидуальная она не базовая без нее можно обойтись по крайней мере первый год без этого можно обойтись совершенно спокойно это уже дополнительно вы проживете не умрете поэтому нужно еще прегрессовать обучение в школе поскольку я знаю на сегодняшний день обучение в школе на год обходится в 4 500 мы немножечко ошиблись и купили на 7,5-8 месяцев из-за этого наш срок продления все время попадает на август на месяц отпусков да мы об этом не подумали совершенно это была наша ошибка вот это единственное что о чем мы не подумали то есть вообще мы были озабочены тем чтобы потратить как можно меньше денег и получить студенческую визу все таки поэтому как получилось так получилось поэтому общая сумма расходов без школы это 12700 это если вы снимаете квартиру с вы планируете квартиру это на двоих ты посчитала на двоих конечно на двоих обучение школе на двоих это тоже 9000 сделать примечание авторах говорят в испании есть страховые большое количество есть специальный полис насколько я знаю только у санитас есть вот именно этот поле санитас international students он разработан специально для студентов то есть там стоимость немножко ниже чем для других полисов они включают конкретно то что требует консульства и то что просят студенты нельзя там роды не включены некоторые моменты но то что нужно студентам подходят и стоимость очень приемлемая скорее всего из украины страховка может в данный момент в 2020 2021 году не подойти поэтому включайте но наверное от евро 40 в месяц на человека поэтому это все таки если мы говорим о расходах сейчас эту сумму тоже можно включить скажи пожалуйста в нескольких словах про выбор школы я знаю что вы так тщательно ко всему подошли как вы выбирали школу просто интернет рекомендации что это было мы посмотрели цены на школы на самом деле вот в барселоне например учение стоит дешевле на барселон очень специфический город и ваша дешевизна курсов совершенно нивелируется дороговизной жизни дороговизной квартиры сцены на квартиры космические и она того не стоит валенсия из-за того что это город поменьше да здесь курсы дороже у этой конкретной школы но это очень хорошая школа с очень хорошими рекомендациями и система обучения нам подходила потому что мы посмотрели материалы мы посмотрели как работают преподаватели хорошо стоимость посчитали про аренду ты упомянула что ты первый месяц взяла аренду в школе и она стоила то есть она была выше вашего бюджета как я поняла она была выше нашего бюджета она была выше рыночной цены на комнаты но это было очень удобно потому что школа тебе дает сертификат в котором пишут что это конкретный студент будет учиться в нашей конкретной школе в нашей же конкретной школе снимает комнату в квартиру это стоит столько же это уже все оплачено и эта комната предоставляется с условием возможного продления если того захочет студент посольство эта бумага устраивает полностью потому что все прекрасно понимают и мадрид это устраивается прекрасно понимают что ты снимаешь школа то есть ты не будешь жить дальше у тебя есть эта возможность тебя никто не выгонит на улицу не будешь там скитаться или претендовать на что то есть когда вы приезжаете у вас должен быть контракт на аренду вы должны заранее арендовать квартиру или комната для консульства у вас есть на самом деле два варианта вы можете арендовать квартиру если вам повезет или у вас есть знакомые в чьей собственности находится квартира вам должны предоставить контракт подписанный каждый листочек должен быть подписанный владельцем и вам должны предоставить документ права собственности то есть это все проверяется потому что здесь ты легко входишь в систему проверяешь все данные и плюс документ владельца квартиры И знаю, что есть такая услуга и такой спрос, когда нужен контракт. Вы просто возьмите себе на заметку, что вы можете просто арендовать на месяц себе квартиру, комнату, приехать, у вас будет достаточный документ для консульства, и в течение этого времени, как вы приедете, вы сможете подобрать себе что-то более доступное, районы посмотреть, либо продлить. Либо найти комнату в более дешевой студенческой квартире. Да, я отдельно, кстати, запишу видео, как находить аренду самостоятельно, расскажу про фейсбук-группы. Многие почему-то не пользуются, есть телеграм-чат и фейсбук-группы, там ищут себе соседи по комнатам. Хорошо, мы поняли, с чего мы начали подготовку? С того, что мы выбрали тип визы, это студенческая виза, определились с бюджетом, выбрали школу. В данном случае мы снимаем видео, поэтому это школа Испания, если интересно про школу узнать, можете спросить или видео просмотреть в описании к этому видео. Далее, школа выбрана, бюджет посчитан. Вопрос к документам. Что ты начала делать? Искать информацию на сайте консульства? Я пошла на сайт консульства и просто переводчиком, гугл-переводчиком я перевела, потому что мне были понятны не все моменты. После перевода гугл-переводчиком у меня все равно остались вопросы, поэтому я начала искать в русскоязычном сегменте для того, чтобы получить больше информации. В общем, особо больше информации я не получила, поэтому мне пришлось работать с тем, что есть. Я выписала, буквально сначала я выписала на бумажку, просто на бумажку и стала понимать. А, вот это я понимаю, понимаю, а вот это я понимаю, понимаю, а вот это что? А, это я не понимаю. Я задавала конкретно поиск по конкретному документу. Как он должен выглядеть, кто его должен выдать, чего с ним надо делать с этим документом, кто его должен заверить, если это нужно. Я выяснила интересные моменты. Три года назад посольство вообще не требовало никаких нотариальных переводов. Ты переводил сам, как ты умеешь. Сейчас немножко по-другому. Я догадываюсь, да. Я догадываюсь, что сейчас по-другому. Но я нашла, например, в интернете, как должен выглядеть перевод по стилю. И я переводила все сама. То есть я просто понаходила образцы и вставила свои данные. Ну вот, куда так примитивно. Если вы переводите у переводчика, где-то 25-45 евро стоит страница у присяжного переводчика. Вы можете найти, есть официальный сайт, где представлены имена этих переводчиков и их контакты. То есть это не секрет и не проблема. Поэтому мы купили черную доску графитовую и написали абсолютно все, 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 что мы должны сделать, включая оформление доверенности на родственников, сдачу аренды квартиры, пакование ящиков. Потому что мы переезжали со всем своим добром. Перевозчики нам потом привезли больше 280 килограмм вещей. По возможности мы расписали абсолютно все и расположили это в таком порядке, чтобы первая выполненная вещь тянула за собой вторую. Сначала вы оформляете справку о несудимости и медицинский сертификат справку. И после этого оба документа вы несете на постелирование, чтобы два раза не ходить и не терять нервы, время и не думать, боже мой, боже мой, я не успеваю. Друзья, я вам сделаю сюрприз. Наталья сказала, это действительно классно, иметь доску визуализации. Так как вы знаете, я работаю в сфере маркетинга и мы всегда работаем с досками и с планированием проектов. Поэтому у нас есть доска по переезду в Испанию, в Trello. Я ссылочку тоже приложу. По студенческой визе у нас уже есть статья на сайте, вы можете прочитать. И там будет ссылка на доску Trello, где вы увидите определенные шаги и информация, которая вам может пригодиться. Полезные ссылки, номера телефонов и так далее. И в общем мы вычеркивали по мере выполнения. Вернее, мы сначала начали вычеркивать, а потом по мере грязновато получается. Мы начали просто вытирать. В результате последний день объезда в 3 часа утра у нас на доске был нарисован 0 дней. Написано 0 и дней. Шампанское открыли отпраздновать такое? Нет. Мне кажется, это такое всегда предвкушение. Это классно. Да, это предвкушение, но в то же время я совершенно не могу описать этот страх. И страх перед неизвестностью, потому что на самом деле ты уезжаешь и ты не понимаешь. В этом мире, в котором ты живешь, ты знаешь все. Включай название улиц и все. Магазины, аптеки, поликлиники. В случае, что я иду туда, в случае, что здесь не надо это, здесь не надо то. Ты едешь в совершенно другую страну, которая имеет другую историю, другое все. И ты вообще не понимаешь, как у тебя все будет. 3 месяца, правда, страха. И мы все время разговаривали. Мы все время, все время, по-моему, мы вообще не молчали в то время. Мы все время разговаривали. Мы очень много ходили для того, чтобы сбросить негативную энергию. Ну вот эту энергию страха. И мы все время разговаривали. А если так? А если так? А если не то, то как? Очень важно быть вместе, оказывать поддержку. Мы тоже переехали. Но мы не так, как вы переехали. Мы просто взяли и переехали без планов. Я не знаю. Это такая история. Как-нибудь я, кстати, расскажу, как мы переехали. История очень короткая. Возвращаясь к вопросу документов. То есть ты пошла, как любой здравомыслящий человек, на сайт консульса, посмотрела список. Только официальные сайты. Только официальные. Я всегда сторонник этого. Пошла по пунктам. Значит, то нужно, то. Но все знают, что даже на сайте написано, что информация предоставлена, как там правильно сказано, для ознакомления, не является конечной. Да, в нормативном порядке. У вас могут запросить другие документы. Вот этот пункт меня очень смущает. То есть, если что, я не я, и хата не моя, мы не виноваты. Да, да. Мне не хватает документов, я не могу вам выдать решение. Вот здесь сразу момент. Тебе позвонят, напишут, предупредят, что донеси. Либо будет отказ. Потому что я вижу, что многим людям отказ, и никто ничего не говорит о ничте. Мы подумали, что так как у нас все уже подвязано на билеты и на, ну, как бы, еще у нас не было ни билетов, ни обучения, но все равно есть граничная дата, есть какой-то дедлайн, к которому у тебя должно быть готово все, и ты ждешь только позитивного решения, и все, ты уже в ожидании. Поэтому мы решили постраховаться раньше, чем у нас что-нибудь спросят. Мы понимали, что студент, которому 47 лет, в общем, может вызвать определенные вопросы. Собственно, так и получилось. Поэтому мы собрали всевозможные документы, которые могут подтвердить два факта. Реальную необходимость нашего обучения именно в Испании. И документы и всякие факты, которые подтверждают нашу крепкую, крепчайшую связь с Розиной. Просто вот крепчайшую. Мы вернемся, да или да, без вариантов. У нас было право собственности на две квартиры, у нас было свидетельство о том, что у нас есть машина, у машины есть стояночное место, что у нас есть следующий проект рабочий, на который нас ждут, что этот проект на самом деле отключают в себя съемки в Испании. И тоже не будет никогда в жизни это все проверять. Есть вещи, которые могут проверить, могут позвонить вам на работу и спросить, а действительно такое работает. А то, какая у вас зарплата, они спросить уже не могут. Ну да. Ну это закрытая информация, посольству нет такого права. И на сайте же нет этих списков документов. Вот в этом и есть вот соль нашего видео, о чем нужно подумать всего о двух моментах. Первое, это логичная причина, зачем вам нужна Испания. Если вы едете на бухгалтерские курсы, и вы бухгалтер, к примеру, в Украине, едете изучать бухгалтерию в Испании, наверное, это нелогично. Зачем вам бухгалтерия в Испании, ну то есть как бы не вяжется немножко. Если вы связываете, так логично, как сделала семья Наталья, ну действительно не прикопаешься, прям сюжет, кино придумали. На самом деле у нас был проект, но он был в прошлом, к сожалению, закрылся, и там действительно часть съемок должна была проходить либо в Испании, либо в другом месте, как бы Львов или что-то. Но это события, которые звались в Испании. То есть в принципе я даже поместила в мотивационное письмо ссылку на Ютьюбе на материал. Ой, они, кстати, очень любят Ютьюб. И можно было посмотреть и почитать об этом фильме, и о том, что он как бы, проект закрылся и продолжаться не будет. Но на самом деле мы его знали не так давно перед подачей документов, то есть практически накануне. И в общем это все равно никак не проверишь. Да, то есть не судя. Главное доказать как можно больше то, что вас держит. Не знаю, наверное, если дети как-то тоже держат. Да, но у нас сын совершеннолетний как бы считает, что он вас не держит. У нас случая собственности, там работа, которая нас ждет, нас готовы, ну не то, что готовы, а нас ждут. Нас как бы отправляют учить испанский для того, чтобы мы на этом проекте принесли как можно больше пользы. Потому что мы арт-департамент, в котором мы работаем, это департамент, который работает плотно со службами в стране, в которой снимается. Визовому офицеру это показалось очень логичным. Хотя на собеседовании он этот вопрос задавал раз в пять в разных вариациях и с очень неприятным выражением лица. Вот как раз таки про собеседование. Как оно проходит? Собеседование вместе это и муж, либо в отдельности вместе? Да, да, потому что это не так, как на замужество, когда в отдельности вызывают. Нет, нет, это вместе. Работник посредства украинский, то есть в Украине звали его Олег, как сейчас скажу. И он смотрит документы и задает вопросы по этим документам. Первый вопрос был, вот я не понимаю, объясните мне, почему вам столько лет, и вы вместо того, чтобы думать о пенсии... Поскольку я разговариваю больше, чем мой муж, и, наверное, быстрее, я быстренько туда всунулась с ответом, что это шаг в развитии карьеры. Потому что, в общем, я пересказала своими словами мотивационное письмо. Два раза на разные лады, в общем-то. Он делал какие-то пометки. Вот он спросил, почему именно в Испании. Я сказала, что мы изучали язык здесь, но этого недостаточно флюентин для работы. То есть, ну да, там какой-то сериал я могу посмотреть, но по работе он не годится, надо изучать все идеи. То есть реально есть причины, надо вносить. И у нас не было года, у нас было всего семь с половиной месяцев, люди обычно просят на горку. Давай остановимся здесь немного на мотивационном письме. Я знаю, что это один из важных моментов, который не описан практически нигде. Я случайно наткнулась, когда смотрела на какой-то форум, где обсуждались отказы в получении студенческой визы студентам. Ну, не языковые школы, а студентам в университете. Я подумала, что, в принципе, это одно и то же, по большому счету. Я начала искать форму мотивационного письма. Не существует такой формы в природе. Но где-то кто-то, информация по каплям собралась, и я поняла, что это письмо, в котором ты чиновнику в Мадриде должен объяснить, почему лично тебе нужна эта виза, почему эта виза, почему именно виза, почему ты хочешь учить испанский язык, для чего, что и как. И в этом мотивационном письме было изложено абсолютно все, что могло бы дать чиновнику подумать, что действительно нужна эта виза. Ну, логика в этом есть, не придумывают ничего. То есть мы там обещали вернуться в Украину к началу проекта. Не то, что обещали, мы говорили, что мы планируем вернуться к началу проекта, который стартует бла-бла-бла. В этом проекте бла-бла-бла. Испанский язык я изучаю, знаю его приблизительно, проходя тесты в интернете на уровне А2. Но мне нужно больше для работы. Мой муж, ну, у каждого свое было мотивационное письмо. Они были практически идентичны, за исключением каких-то моментов. И, в общем, это мотивационное письмо, я думаю, что оно сыграло роль, по крайней мере, в Украине. На каком языке оно пишется? Я писала на испанском. На каком уровне твой испанский был? А2. А2 – это уровень, как это сказать, базовый, базовый уровень. Базовый, базовый уровень. То есть, уже ты понимаешь что-то, ты можешь рассказать что-то, но ошибок у тебя огромное количество. И я подумала, что я не могу написать это письмо вылизанным языком, идеальным от переводчика. Я должна писать от себя, для того, чтобы человек понял, он, по-моему, ходит. Для того, чтобы человек понял, боже мой, какое количество ошибок, ну, ей действительно нужно получить. Ну, наверное, так и сыграло, знаешь, они настолько офигели. Потому что обычно пишут юристы, адвокат. И тут они увидели, верю. Я подумала, что личное письмо с ошибками сыграет свою роль, сыграет сильнее, чем письмо, написанное переводчиком, испанистом, не знаю, кем. Согласна. Друзья, но опять же, обращаю внимание, что мы рассказываем про личный опыт. Это не значит, что у каждого, кто напишет с ошибками, будет одобрение студенческой визы. Мы делимся опытом. Но я думаю, что в этом случае действительно это очень хорошо соответствовало вашей общей легенде. Ну, как бы легенда действительно была истинная. Была легенда, у нее была часть правды. Вас же никто не обязывает говорить 100% правды, как и во всей жизни. Никогда. Вы должны говорить ту часть правды, которая играет в вашу пользу. То есть, например, если, конечно, не все работают в киноиндустрии, но если, к примеру, я так просто думаю, у человека есть бизнес, да, и ему нужна какая-то причина, из-за чего он должен вернуться. Например, выставка какая-то. И он говорит, вот там 3 ноября мы участвуем в компании, с нашей компанией действительно показывает, что оплачено членство и так далее, но никто не заставляет лично его идти. Может вполне исходить его сотрудник, просто можно сказать, что я как представитель компании, это мотив. Я хочу расширить свой бизнес, мне нужно изучить испанский язык, чтобы лучше понимать моих испанских партнеров, и не привлекать сомнительных переводчиков, в чьих услугах я не уверен, например. Да. Или изучить, может быть, я хочу открыть международное направление бизнеса. Тоже возможно, невозможно. Ну, то есть, с фантазией у нас все хорошо. Думаю, у нас в свой бизнес. Эта причина была очень хорошо привязана к вашей работе. То есть, она должна быть логична и привязана к вашей жизни и к вашей работе. Вот это прям настолько, понимаешь, я очень много общаюсь с людьми, которые собираются сюда переехать, и много общаюсь с юристами. Действительно, это не обычный случай. Часто приходят отказы. Ну, в твоем случае, мне кажется, вот просто было совпадение всех фактов, настолько четко продуманных, что это сработало. Мне очень хочется верить, что те люди, кто захочет и повторит твой опыт с точки зрения логики, от начала до конца, чтобы все соответствовало, предоставить все документы, как мне кажется, вероятность очень высока. Дело в том, что вы должны понимать, что логика чиновника, который вам ставит... Есть две логики, с которой вы столкнетесь, и которые... два барьера, через которые вы должны перешагнуть. Во-первых, вы должны понимать, что любая страна себя защищает. Защищает и потенциальных иммигрантов. Первый заслон – это посольство. Оно рассматривает ваши документы, и оно принимает решение, посылать ли их в Мадрид, или оставить у себя, поставить отказ и выдать их вам. Потому что очень часто отказы именно ставят посольство. Не Мадрид, они даже никуда не уходят, эти документы. Вот поэтому и говорят, что в Украине и в России практически невозможно получить визу, когда старше 30 лет и так далее. Они боятся, что... чиновники посольства боятся, что их обвинят в коррупцию, они лишатся рабочего места, которое очень неплохое, скажем прямо. Поэтому сомнительные случаи они отсеивают, они их даже никуда не посылают. Второй заслон, который вам нужно преодолеть – это мышление чиновника в Мадриде. Значит, он видит ваши документы, у него есть список документов, которые должны быть в вашем деле. И он ставит птички. Соответствует, 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 соответствует. Опа, не соответствует. Не соответствует – до свидания, отказ. Все просто, да? Если вас требуют справку с какой-то конкретной поликлиники, должна быть справка только из этой поликлиники, не может быть никакая урага. Очень нужно убедить. Я думаю, после нашего видео увеличится количество запросов. В конце, чтобы все удивятся. То есть, это неправильно. Действительно, огромное количество отказов. Что делать в том случае, если у вас отказ? Приезжайте, пробуйте подавать на территории Испании. Сначала нужно попробовать подать апелляцию. Опытные путешественники, которые получают туристические визы и всякие разные другие визы, говорят, что если ты не подал апелляцию, ты согласен с этим решением. Решение вынесли, потому что либо думают, что у тебя документ неправильный, либо ты, в общем, где-то обманул, либо что… И когда ты не подаешь апелляцию, значит, ты согласен. Например, в Великобритании, если ты не подал апелляцию, тебе практически там на сколько-то лет вообще запрещает въезд. Ты не подал апелляцию, ты согласился с тем, что ты обвиняемый. Всегда надо подавать апелляцию. Апелляцию уже должен подавать. Если вы чувствуете в себе силу, у вас юридическое образование – да. Если нет, лучше адвокатов и лучше поспрашивать у людей, потому что адвокаты встречаются очень разные, бывают некомпетентные. Это из Украины можно делать или это в Успании? Из Украины ты подаешь апелляцию в посольство. И если посольство рассматривает эту апелляцию и отказ поставил в Мадрид, они эту апелляцию ссылают в Мадрид. Мадрид рассматривает опять же такие документы, которые прилагаются к апелляции. Вполне возможно, что вам дадут положительный ответ. Если не получается, да, у вас есть всегда другой путь. В Испании получить гораздо проще. Почему? Потому что здесь не боятся, что их обвинят в коррупции. Наоборот, они боятся в том, что их обвинят в, как сказать правильно, когда человек… Дискриминация. Да, дискриминация по возрасту. То есть, если Наталья 45 лет подала и ей пришел отказ, она скажет, почему. Ей не могут сказать, потому что вам 45 лет, дамочка. Она скажет, вот, все мои бумажки, все соответствуют. Где моя виза, я не вижу. И им нужно уже, ну, как бы, какое-то логичное объяснение должно быть, почему у вас отказ. Если вы соответствуете всем требованиям, кроме возраста, то нет присо… Нету обвинений по возрасту, нету никаких применений. Абсолютно нет, да. Просто вот такое есть негласное, как Наталья уже сказала, что действительно это наше посольство, которые имеют полномочия на уровне посольства уже сделать отказ. Но, опять же, их можно понять, и они боятся, что их обвинят в коррупции. То есть, если для них, собственно, как говоря, иногда и для испанских иммиграционных служб, человек в возрасте, который вдруг резко решил поменять свою жизнь, это потенциальный иммигрант. Если в Мадриде сидит чиновник, который витает в облаках, у него своя жизнь, и он проверяет соответствие документов, то посольство – это люди, которые, в общем, в реальном мире живут. С нами одной крови и понимают… И они понимают, да, как устроены вещи на самом деле. Хорошо, Наталья, очень интересно. Если вспомнить весь свой путь, какие основные подводные камни ты бы отметила? Вот то, что ты где-то, может быть, споткнулась, не сделала и хотела бы знать сегодня, если бы проходил этот путь заново. Я бы, наверное, отложила больше денег. Ну, это нормально и логично, в общем. Я бы привезла себе больше лекарств. Еще один момент, очень кратко. Вот прям я знаю, что ты здесь работала, и скажи, пожалуйста, многие хотят получить студенческую визу, чтобы иметь здесь возможность работать. Хочу, опять же, примечание автора, сказать, что это не так просто. У вас есть по закону, но читайте, понимаете, чтобы читать закон, его нужно уметь читать. Там написано, что право-то у вас есть, но там, возможно, не указано, что для этого вам нужно получить авторизацию в чем? В экстренхирии, в отделе по работе с иностранством. А для этого вашему работодателю нужно пойти туда с вами и подать эти документы. Когда ты меняешь компанию, каждый раз ты получаешь авторизацию. Ну, в общем, да. Ну, если кто-то проклят. Ну, кто-то увезет, и поэтому службы не так расторопны, и может быть так, что вы начали работать на одной фирме, потом перешли в другую, никто не спохватился, вы свой год спокойно доработали. У некоторых это разрешение действует и дальше, после смены карточки. Ну, мне не повезло. Ну, моему мужу повезло. Друзья, если вам будет интересно узнать о том, как найти работу в Испании, вообще, в принципе, больше узнать о зарплатах, о том, как устроена вся эта кухня изнутри, пишите в комментариях, работа по студенческой визе в Испании, и мы обязательно рассмотрим этот вопрос или в статье, или в видео. Но ты работала, а в принципе, можно работать? Можно. Работу в принципе найти можно. Просто это не будет так быстро. Я первую работу нашла через 4 месяца, но эти 4 месяца я каждый день думала, боже мой, ну почему, вот у них у всех есть работа, вот они сидят в своих офисах, вот она сидит в магазине. А как же я, а как же мне, я же хорошая. Ну, нашла же, все будет хорошо. По поводу, еще важный момент, сколько лет ты уже в Испании? Три года. Три года, то есть ты продлевала, третий раз продлила или будешь продлевать? Продлила. Продлила уже три раза, сколько можно максимум продлевать? Пять раз? С одной школой. С одной школой пять раз. Если потом ты идешь в университет, ты можешь продлить через институт еще пять лет. То есть, десять лет учить не хочу. И при продлении школы уже гораздо меньше, насколько я знаю, оплаты две тысячи, да? Ну, в этой школе, да. Да, да, мы говорим про эту. Раньше этого не было. Это ввели, это ввели два года. Все, вам повезло, поэтому... Первое продление у нас было с полной оплатой. Да, вам повезло, поэтому вы можете теперь взять курс намного-намного дешевле, чем первый год. Три раза продлеваем. После того, как ты продлила, например, пять лет, я сказала, нужно продлевать, да? Пять раз с одной школой. Что дальше делать? Дальше ты имеешь какие-то вообще права или все, ты отучился? Нет, через три года, если у тебя, если ты нашел работу, ты можешь изменить, модифицировать свое студенческое пребывание на пребывание с правом на работу. Если ты нашел работодателя, который готов тебе оформить полный рабочий контракт за оплатой не меньше, чем... Минимально, да. Если у этого работодателя нету никаких долгов перед государством, перед королевством Испании, ни перед налоговой, ни перед социальными службами. И если он согласен с тобой пойти и подать эти документы? Ну, или он, либо его представитель компании. Дело в том, что очень много людей, которые хотят нанять на работу бывших студентов или украинцев, вот, при людей в такой вот странной ситуации, это аналог нашего ФОПа. У ФОПа нету никакой... Здесь это называется... Автонома? Нет, здесь это называется персоной легатимада. Это официальный представитель. То есть, например, в большом предприятии может пойти... Я поняла, да. Как у нас главный бухгалтер иногда может замещать директора, в некоторых случаях ставить подпись. У ФОПа, у Автонома здесь этой возможности нет, только он лично сам. Поскольку большинство это все-таки ФОПы, поэтому все упирается в то, что захочет ли пойти и заморочится этим вообще. Интересный момент, я задумалась о своем продлении. Хорошо, Наталья, последний вопрос, очень кратко, ожидание и реальность. Перед тем, как вы ехали, вы себе представляли какую-то картину мира, что у вас здесь будет, что в итоге вы получили? Мы получили лучше, чем мы ожидали. Мы не думали, что мы найдем работу на нормальную зарплату. Мы вообще думали, что... Что такое нормальная зарплата? Ну, это в районе тысяч, это больше минимума, по крайней мере. Мы думали, что максимум, что мы сможем найти, это зарплату на 300-400 каждый. В принципе, с учетом квартиры, которая сдается в аренду в Киеве, нам бы хватило, но мы бы не смогли там откладывать, еще что-то. У нас не было бы финансовых проблем, но были бы проблемы с видением будущего своего. И мы нашли работу лучше. И, в общем, все проходит значительно лучше. Может быть, потому что мы не делали каких-то фатальных ошибок огромных. Плюс я еще читаю форумы эмигрантов и прочих и смотрю... А, это делать нельзя. Это тоже. Поэтому нужно выходить в эфир и делиться видео. Ко мне говорят, Виктория, у вас на любой вопрос есть видео. Я не специалист в миграции, ни в коем случае не претендуем быть, но у каждого человека есть интересный опыт, которым можно поделиться. Мне очень интересно находить таких людей, как ты. Мы когда познакомились, пили кофе, я вот с такими глазами думаю, боже мой, сколько людей может узнать о том, что это возможно. Друзья, мне кажется, мы сегодня, нас оператор сейчас уже будет ногами выкидывать со стулья. Спасибо большое, что были с нами до конца. Напомню о том, что со всеми вопросами, которые у вас есть, вы можете обращаться в комментариях. Если вам нужна помощь по консультации именно об этой школе Испании, можете писать мне контакт. Также будут мы к вашим услугам. Предлагайте темы для следующих видео. Мне кажется, что было очень полезно и интересно. Наталья, спасибо тебе огромное. Сделала сегодня очень великое дело для кого-то, кто сейчас сидит. Вот представь тебя пять лет назад. И ты сидишь, думаешь, вот как уехать? Я бы хотела. И думаешь, ах, невозможно это всё. Вот это твоё внутреннее, не твоё общее. Уверенность в том, что это не уверенность, а подспудное подозрение, что это невозможно, играет против этого человека. Потому что если абсолютно уверен, что это возможно, то есть ты сделаешь абсолютно всё. То есть мы поэтому и подстраховались по возможности со всех сторон, потому что мы понимали, что да, это возможно, но у нас могут возникнуть здесь, здесь, здесь проблемы. И мы бежали впереди паровозы, перед тем, как они возникли. Но если человек внутренне не уверен, эта внутренняя неуверенность передастся на собеседование. Потому что офицер не поймёт, в чём дело этот визовый офицер. Ну что, пазлит, не сходится. Но он почувствует неуверенность, если человек не уверен, где-то значит у него что-то не так в документах, просто я этого не вижу или не понимаю или не могу проверить. В сомнительных случаях они ставят отказ. То есть вы не должны сомневаться, что у вас возникнут проблемы. Просто вы должны сделать все, чтобы у вас не возникли. Вот и все. Правильно, нужно подстелить соломки. Я надеюсь, мы заслужили ваш жирный лайк. Дизлайк даже не пойму под этим видео. Делитесь с друзьями и до встречи в новых видео. Наталья, спасибо еще раз. Тебе спасибо. Супер, прям очень интересно. Я реально с вас столько узнала. Я сама по студенческой жизни.